Друзья, всем привет! Это матрешка с поварешкой. Спасибо, что вы с нами. Вы, наверное, все уже увидели, сколько стоит икра в этом году, сколько стоит слабосоленая красная рыба. В общем, мы тоже увидели, решили, ну ее нафиг, эту красную икру, будем солить красную рыбу сами. Муж в соседнем регионе по сходной цене приобрел вот такую двухкилограммовую форель, она уже была потрошенная. Отрезаю у нее голову вот так вот вместе с плавником и отправляем это на суп. Хвост отрезаю вот так вот по плавник. Это тоже у нас пойдет на суп. Сразу же отрезаю вот эту часть, не знаю, как правильно это называется, по-моему, тиша. Ну, если не права, то исправьте меня. Это тоже пойдет прекрасно на суп. Ну, для засолки нам, в принципе, вот это не надо. Четыре стейка я отрежу. Это сегодня будет у нас на ужин. Еще пока не решила, жарить буду или запекать. А вот эту часть мы будем засаливать. Отрезаю вот так вот, разрезаем вдоль хребта. Потом вырезаю верхний плавник. Он, кстати, тоже пойдет на суп. И теперь отрезаем вторую часть от хребта. Хребет, кстати, тоже пойдет на суп. В общем, безотходное будет производство. Теперь нам нужно с помощью пинцета, да и руками это легко делается, удалить вот эти большие кости. И смотрите, что мы имеем в итоге. У нас большой суповой набор. То есть, это на такую большую семью. Если семья небольшая, то на целых два супа. Пока я это заморожу, после праздников это будет очень актуально. Хороший наваристый супчик. Четыре стейка. Это шикарный ужин для всей семьи. Ну, и вот эту часть рыбы будем засаливать. Давайте даже посмотрим, сколько это получилось. Ну, почти полкилограмма. Ну, вот и посчитайте, сколько полкилограмма рыбы сейчас стоит. Делаем посолочную смесь. Так как мы не любим соленую рыбу, я беру две столовые ложки соли, две столовые ложки сахарного песка. То есть, один к одному. Соль беру морскую. Ну, и все это перемешиваем. Если вы любите, ну, все-таки, чтобы как-то соль ощущалась, то тогда по классической технологии две столовые ложки соли, а сахара всего одно. Берем контейнер подходящего размера. На дно контейнера, ну, около столовой ложки на дно, так вот засыпаем посолочную смесь. Стараемся сделать это равномерно. Выкладываем кусок рыбы кожей вниз. На рыбу тоже наносим посолочную смесь. Так, слегка растираю. На второй кусочек тоже наносим посолочную смесь. И кладем на другой кусок, но уже кожей кверху. Сверху тоже присыпаем немножко посолочной смесью. Закрываем, убираем в холодильник на двое суток. Через двое суток достаем. Да, вот здесь количество жидкости, конечно, какое-то выделилось. И теперь с помощью бумажных полотенец рыбу обсушиваем. Если вам вся рыба не нужна, после того, как ее обсушите, можно завернуть в пергаментную бумагу, убрать в контейнер, и до пяти суток она может там храниться. Ну, в принципе, можно и заморозить. Кожу рыбы снимаю всю сразу. И потом можно нарезать. Слушайте, вот получается как масло. И, конечно, с покупной ее, ну, просто не сравнить. И, пожалуйста, можно делать все, что угодно. Хотите бутерброды делайте, хотите оформляйте рыбную тарелку. В общем, как уже вашей душе заблагорассудится. Друзья мои, желаю вам всем приятного аппетита. Будьте здоровы и пусть вам сопутствует удача. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok